Приветствую вас, и в чем мне видится ваша проблема? В том, что вы действительно не привыкли к личной ответственности. У вас есть проблемы с личной ответственностью. И по факту вы находитесь сейчас в стадии становления опыта. То есть это та история, когда я, например, не знаю, хочу ли я детей или нет. Потому что, например, дети как ценность меня не привлекают. Как семейная ценность меня не привлекает и так далее, да? Ну, понимаете, стать родителем значит быть готовым передать свой опыт. Но не просто быть готовым передать свой опыт, а предпочитать именно таким способом свой опыт передавать. Потому что есть еще другие способы этот самый опыт передавать. Что такое опыт? Опыты – это некоторые знания о решении каких-то проблем, конфликтов, в том числе и внутренних. Вы, ощущая себя маленькой, боясь ответственности, находясь там с мамой и папой, эти конфликты не решаются. Ответственности за себя не несете. Вероятно, вы боитесь, потому что боитесь защитить ошибку, боитесь что-то неправильно сделать, боитесь, что мама и папа будут всегда внедовольны. И, соответственно, начнете себя таким же ребенком. Естественно, в детях, вы видите, в детях, по сути, конкурентов только. Это нормально абсолютно, то, что вы вот так воспринимаете детей. И то, что вам не хочется детей – это тоже нормально. Ну, в смысле, ну а как? Как можно хотеть детей, если вы, грубо говоря, сами ребенок? Если вы сами чувствуете себя ребенком, конечно, как можно хотеть детей? Ну, вот. То есть, вы здесь, ну, на мой взгляд, требуете от себя достаточно невозможно. Ну, на мой взгляд, опять же. То есть, мне так вот кажется в этой ситуации. Дальше. Я предполагаю, я предполагаю, что у вас, если есть, у вас, вероятно, какой-то элемент, может быть, и нормы. То есть, вот элемент, что я должна, там, должна, например, стать мамой обязательно, да? Вот. Должна, например, обязательно, там, не знаю, семью создать, да? Вот. Вот. И так далее. То есть, здесь у вас с одной стороны страх, а с другой стороны, я должна. И это вас тоже опугивает в какой-то степени, что можно понять. А прочувствовать самостоятельно, где вот эта грань между «должна» и «хочу», но у вас не получается, потому что себе доверять вы не привыкли, к сожалению. Поэтому вы не учитесь от одного лагеря условно к другому, то к одному лагеру надеюсь приткнуться, то к другому лагеру надеюсь приткнуться, вот, ну, страну-крану. Вот это делать не будет сейчас, к сожалению, да, но в принципе, что я могу сказать сказать, могу сказать, что скорее всего не получится, потому что всегда, как бы, конфликт между «должна» и «хочу», он всегда будет. Следующий момент, как бы, в вашей семье это, причём, с такой вот, ну, с такой, как бы, достаточно важный момент, момент, в вашей семье не приветствовалось развитие у вас самостоятельно, самостоятельно, не приветствовалось, не приветствовалось, а требования к вам определённые есть, скорее всего, и как бы, определённые реакции на эти требования, на невыполнение, например, требования, тоже присутствуют, в том числе и манипулятивно, обиды, недовольство и так далее. Вот, тоже достаточно важный момент. Побратьте, пожалуйста, меня, если я здесь, каким-то образом, ну, каким-то образом, если я здесь не прав. Вот. Дальше. Так, ну, что-то я, я не могу представить, что же у вас с мужчиной, у меня порядка, это обязанностей детства, родителей, сейчас есть молодой ещё человек, у нас есть отношения, да, мы с меня, ну, знаете, надо прям сильно отталкивать, а так вот, может, даже присутствовать город, нежность и милость, не жё не могу сказать. Ну, это проблема личной границы, вы не чувствуете себя в безопасности, и, да, обязанностей вы боитесь, конечно. Это правда. То есть, обязанности, вы, вот, обязанности, ну, действительно боитесь обязанностей. Это, верно. Вопрос, на самом деле, знаете, какой? Вопрос он, эээ, в том, хотите ли вы обязанностям научиться, например, например. Вот, что важно, пожалуй. То есть, если вы хотите обязанностям научиться, то вам можно в этом помочь, можно и нужно в этом помочь. Если вы действительно хотите, для этого придётся начать, кто знает, может быть не самый простой процесс сепарации от родителей, в том числе и физически-психологически так, чтобы вы пожили одна, но для этого нужно определённый сурс, для этого нужно определённую подготовительную работу провести, никто не говорит, что вы должны сразу же жить одна, нет, ни в коем случае это вас может травмировать, ну, постепенно, вот именно постепенно, постепенно, да. Сначала нужно, конечно, конечно, сначала нужно поработать, вот, сначала нужно привести вас в порядок с точки зрения именно эмоциональной стороны. и дальше уже, ну, будет более-менее понятно, что вы хотите, да, будет более-менее понятно, куда и в какую сторону вам двигаться, например, например, а вот, ну да, опять же, то, что я могу вам сейчас сказать, то, что я могу вам сейчас ответить, ну, вот, дальше, значит, ну, в принципе, в целом, мне кажется, ваш вопрос, он немножечко такой неопорный до конца, то есть, я понимаю, вы боитесь сформулировать вопрос, потому что в таком случае придётся взять ответственность на себя, ну, я вас, наверное, расстрою, ответственность придётся взять на себя в любом случае, так или иначе, ранее или поздно, если вы хотите быть человек, в противном случае вы даёте соблазн, по другому человеку вас используют, так что мы должны научиться сейчас, научиться сейчас ликим границам, научиться сейчас разбираться себе, научиться сейчас говорить «нет», а научиться сейчас составить и продвигать свои интересы, научиться сейчас выстраивать свои самоценности и так далее, то есть, это в моём числе сейчас пока есть возможность, или потом начинать плоды того, что вы вовремя этого не сделали. Ну, и с фонартом, счас, будет немножко слонят с тем, что ваша психика будет недостаточно гибкой, ну, недостаточно гибкой, а не будет прибавлять в гибкости. Вот. Такой вот момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.